Или она запущена? Так, в общем, мы сегодня еще поговорим про promises в jQuery. И об этом нам расскажет наш друг Валентин. Прошу. Здравствуйте. Всем доброго вечера. Это мое первое выступление, так что готовьтесь к файлу. Меня зовут Валентин Естеров, я работаю в Forte Group и я фронтодер-разработчик. Сегодня я вам расскажу про promises. Из большего это будет просто про promises, а не про promises в jQuery и Node.js. Сначала что это такое? Promises – это парадигма, которая появилась в далеком 1976 году и фактически это абстракция в AJAX программирования. Это является объектом, который возвращает либо нам результат выполнения, либо результат фейла. Как говорил 1976 год, первая статья о нем появилась в 1977 году. Она была написана Карлом Хьюиттом и Генри Бейкером. Первая реализация была в MacLeafs, мультилист, точнее, sorry, и в index. Что такое promises? Давайте подробнее. Для начала. Promises – это объект, который используется для отложенного и асинхронного выполнения вычислений. Promises должны содержать три состояния. Это состояние задержки, состояние успешного выполнения и состояние неуспешного выполнения. Главный способ взаимодействия с promis через метод zen. Теперь подробнее состояние. Первое состояние – состояние ожидания. Это начальное состояние, когда еще объект не имеет состояния успешного завершения, либо завершение неуспешное. Успешное завершение – это результат успешного выполнения операции. Неуспешное, соответственно, неуспешное выполнение операции. Есть такой стандарт, который называется Promisa Plus. Его разработали группа ребят, и он сделан для того, чтобы все библиотеки, которые сейчас реализовывают promis, они соответствовали этому стандарту, чтобы они могли между собой взаимодействовать. Promises представляют собой результаты синхронной операции, грубо говоря. Также promis должны иметь метод zen для того, чтобы они могли общаться между друг другом. Promises также, точнее метод zen также. Он принимает два аргумента. Это результат, две функции. Это результат успешного выполнения и результат неуспешного выполнения. ECMAScript 6. В нем сейчас есть реализация promis. Правда, в спецификации сейчас только драфт. И можете сейчас об этом подробнее на developer.org. Насчет поддержки браузеров ECMAScript 6. Promises. Сейчас почти есть везде, кроме IE. Но IE можем побороть, если будем использовать полифилы. В ECMAScript 6. Promises… сейчас рассмотрим подробнее, что там это такое. Во-первых, там есть метод reject, который возвращает результат неуспешного выполнения promises. И также он возвращает причину, почему он был неуспешным. Во-вторых, есть метод resolve, который возвращает нам результат успешного выполнения и переменную. То есть наши данные, которые мы прокидываем дальше. Есть метод zen, который также принимает два метода, два callback для обработки нашего результата успешного выполнения. Есть метод catch, который отлавливает все ошибки, которые могут возникнуть в нашем chain где угодно, если мы используем chain. А есть метод all. Его суть в том, что он принимает… он обрабатывает массив promises и возвращает нам promis 1, если у нас было успешное выполнение, либо неуспешное. Эта диаграмма, это в принципе показывает то, как оно должно работать. Плохо видно, правда, но с целого. Есть promis в начальном состоянии, которое находится в режиме pending. Есть два пути развития. Это reject и fulfill. Это когда у нас первое состояние в случае отказа или в случае успешного выполнения. Дальше есть два пути развития. Либо это будет обрабатывать zen, если в случае успешного. И дальше мы можем вернуть promis и опять-таки будем обрабатывать его дальше каким-либо образом. Либо мы просто выполняем success function и на этом заканчиваем. Либо же, если у нас получается reject, мы обрабатываем опять-таки zen только через fail функцию. Либо же через catch, которая хендлит все наши ошибки. Дальше у нас есть опять-таки два пути развития. Либо мы выводим сообщение об ошибке либо обработчик, либо мы просто дальше продолжаем работать с promis, если мы его вернем. Почему promis классные? Во-первых, потому что они нам позволяют коснуться более удобно читаемым. Во-вторых, проще работать с композицией. Как пример. Допустим, у нас есть обычный ajax обработчик, который находится в функции. И, как обычно, у нас есть success и error handler для этого дела. Но так не очень удобно читать на самом деле код, потому что много чего написано и здесь много чего лишнего. Можно все это уменьшить до такого. В данном случае мы просто говорим дай нам, пожалуйста, что там произошло. А теперь дай нам, пожалуйста, первое имя. То есть теперь читать намного удобнее. Код делается все время при помощи promis, код становится асинхронным. Также это решает проблему callback hell. Это должно быть знакомо разработчикам при работе на back-end с нодой либо еще где-либо. Как пример. То есть у нас есть самый простой callback hell, когда у нас есть одна функция, которая выполняется внутри другой и так далее, и так далее, и так далее. Это все можно легко упростить, если завязать promis. В данном случае мы просто используем везде then. То есть у нас используется fcall, это функция, это метод q, который нам оборачивает переменную в promis. Дальше при помощи then мы получаем результат выполнения promis, который был либо success, либо reject. И дальше мы можем просто спокойно идти шаг за шагом и все это обрабатывать. В случае возникновения ошибок на любом из степов мы отлавливаем это в catch. Еще это упрощает, как это было сейчас видно, обработку exception, которые могут возникнуть. И также можно очень классно синхронно грузить всякие ресурсы, которые у нас есть, картинки, стили и так далее. Библиотеки. Рассмотрим и рассмотрим. Есть несколько очень популярных библиотек, которые почти все используют. Это jquery, это q, это bluebird, и есть много чего еще. Можно почитать об этом отсылая на Promises Plus. Это тот стандарт, благодаря которому у нас есть куча лип, которые могут взаимодействовать друг с другом. jquery. В jquery с версии 1.5 была реализация deferred объектов, которые в свою очередь являются фактически promis. То есть это jquery-вская реализация promis через deferred. Но есть одно но. Так как jquery, он не соответствует стандарту а плюс, у нас получается куча проблем. Во-первых, мы ожидаем то, что, во-первых, забыл сказать то, что zen, он всегда возвращает promis по стандарту. В jquery этого нет. Поэтому если мы ожидаем, что у нас будет chain, мы его сможем сделать, то на самом деле нет. На самом деле это будет нечто традиционное шаг за шагом. На самом деле это можно пофиксить, если явно передавать promis, возвращать из zen. Но это не очень удобно. Есть еще проблема с обработкой ошибок. И также есть еще работа с порядком выполнения функций, методов и всего прочего. Если об этом кому-то будет интересно, можно почитать подробнее на stackoverflow. Здесь есть тоже линк. Нода. В ноде promis нет. Но так как уже ECMAScripto 6 у нас в драфте и поддерживается уже много где, мы можем использовать этот модуль. Но модуль ECMAScripto 6.0 promise можно найти его на mpm.js.org И также для этого вам потребуется Node.js версии 0.1.13 с включенным флагом гармонии. По поводу Q. В Q реализация zen. В Q вообще полностью соответствует стандарту A+. В нем есть несколько методов. Мы рассмотрим несколько из них. Там на самом деле их очень много. Самый популярный DQ. Как это говорилось ранее, то что у него есть два параметра для обработки promis. Это success и fail rule. Хендлера. Также есть done. Это является краткой нотацией для zen. Только в этом случае мы обрабатываем только результат успешного выполнения функции. Есть fail, который то же самое, что и done, только для неуспешного выполнения функции. Есть when. when такой метод, который принимает в себя несколько промисов и запускает и дает на выдачу только один промис в результате выполнения, в результате удачного выполнения всех внутри лежащих промисов. Есть такая штука, как nfcall и его друзья. На самом деле это что-то типа врапера, который возвращает нам промис в любом случае. Сейчас немножко подробнее. То есть здесь можно увидеть, что мы вызываем метод и передаем ему параметры. Дальше. В этом случае nfcall сразу же, даже если у нас read файл, это не промис. Если он не возвращает промисы, он обернет результат выполнения и обернет нам промис. Есть tuneInvok. Это функция, которая принимает на вход объект и метод этого объекта. Мы указываем непосредственно, что мы должны выполнить для данного объекта. И точно так же она возвращает промис. То есть дальше мы можем увидеть то, что у нас есть zen, который обрабатывает результат этого выполнения. Промисы антипаттерны. Есть такая штука, как вложенные промисы. Порой разработчики забывают о том, что можно все быть хитрее с этим делом и начинают вытворять просто тот же самый callback, только на промисы. Здесь мы видим то, что у нас есть какая-то функция doSansync on them, которая выполняет, принимает на вход два параметра установщика и назы, которые являются результатом выполнения двух предыдущих функций. Для того, чтобы этого избежать, этого не было, нам необходим один из путей развития. Мы можем использовать функцию all, метод all и метод spread. method all принимает массив промисов и возвращает один промис, точнее не один промис, возвращает результат промисов назад. То есть spread, он обрабатывает этот массив промисов и разбивает его на просто переменные. То есть таким образом можно спокойно работать с нашими самсинка и назы переменной. Поломанные цепочки. Здесь суть заключается в том, что, допустим, мы ожидаем, что после вызова функции anything call у нас должна выполниться следующая функция только после того, как выполнится функция somethingapplicated. Но дело в данном случае проблема в том, что из-за того, что then он возвращает свой промис объект, поэтому функция, которая следует после async call, она выполнится сразу же, не дожидаясь возвращения результата somethingapplicated. Чтобы этого избежать, нужно просто сразу же возвращать результат выполнения функции then метода. То есть сразу же вернется промис и функция, которая будет следующей после async call, она будет выполняться уже после выполнения somethingapplicated. Есть проблема с преждевременной обработкой наших ошибок. То есть в данном примере у нас есть функция something else async. Здесь проблема в том, что если произойдет exception в этой функции, в этом случае этот хендлер он не отработает и мы не узнаем, что у нас на самом деле случилось плохо там. Для того, чтобы это избежать, необходимо просто сразу же возвращать результат выполнения этой функции, использовать метод catch, который просто хендлит все просто эксцепшены, которые могут быть ранее. Есть проблема с забытыми промисами. В этом примере, например, у нас есть функция do something async, есть функция manipulate me in some way. Здесь проблема в том, что мы можем забыть о том, что эта функция возвращает promise. то есть тогда мы начинаем реализовывать возврат promise вручную. То есть мы объявили deferred объект и потом мы резолваем его, если все хорошо, либо мы его reject. Чтобы этого избежать, необходимо просто сразу же помнить о том, что он возвращает promise и его вызывать. И вешать хендлер опять-таки глобальный, чтобы он мог все отловить у нас. По поводу тестирования. На бэкэнде есть куча проблем с этим. Еще и проблем нет, все хорошо на морот. Мы можем использовать smoke, она поддерживает синхронное тестирование, то есть есть реализация promise, все это отлавливается. Есть Buster.js, но он сейчас в бэте. Есть чай для чая, это просто плагин для него. Есть blue tape, это отдельный форк для тейпа. То есть все хорошо тестируется. Что можно почитать? Можно почитать непосредственно спецификацию promise. Можно почитать про реализацию promise в wacom скрипте 6. Можно почитать классную статью hsmall5rock, где чел все очень круто описывает, очень много примеров. Все очень здорово. И еще ряд других, я думаю, сможете найти это в слайдах при необходимости. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Я просто так проявляю, что сегодня антипатермы в зале и я все время взмеху труб. Когда от promise Zen берем и потом еще раз возьмем Zen. Ну, какой-нибудь пример с двумя Zen. Ага. Сейчас. Вот. Вот это как выходит. А, смотри. Если в Zen мы передаем конструкцию, которая вернет сама по себе promise. Ну, то есть в пункте, которая вызывается, вот это у меня будет promise. Следующий Zen будет, в него попадет, ну, это как, будет Zen от этого promise или от того, что сверху? Да. То есть, смотри, здесь вот, есть у нас Zen, но здесь еще Zen. Внутри мы возвращаемся, друг выделяют promise, мы возвращаем в этом месте. То есть, вот здесь Tor, здесь возвращается, обращается в функции членового, дальше Zen, который обрабатывает это, и, соответственно, он возвращает нам либо success, либо fail. Соответственно, мы здесь члены Tor, мы возвращаем на success, либо fail. И этот Zen будет обрабатывать результат, а потом это был Zen, который был здесь. Вот такая я даже знаю, где слайд, на котором я применил Zen свой. Тут много. Очень слайд, а не просто. Парси. Ну, открываешь на блог? Да. Ну, да. Господь знает, что Грейвич все-таки поддерживает. Я сейчас пишу проект там в Zen, один друг за другом. Не надо еще разобрать. Возможно. Возможно. Возможно, он стал поддерживать. В один ось, чем до второго версии он ничего не поддерживал. То есть здесь. А? Ну, я думаю, можно, я считал, что там все не было. Вот это да. То есть там, когда он встал, что борется, с тем, что Zen, он не возвращал раньше конус объекта. Как это было все, что оборачивает? Сейчас, путь, возвращаем малку, но я не всегда успешу это сделать, когда сейчас откроется, откроется, он еще разобрал свой инфакт. Все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Все.